Приветствую вас, ну и начать свой ответ мне бы хотелось бы с того, что сказать, что скованность есть неуверенность в себе, а значит, речь идёт о том, что вы сомневаетесь в каких-то своих чертах, сомневаетесь в каких-то своих характеристиках, сомневаетесь в своих достоинствах, и видите себя по большому счёту в негативном ключе, при этом не принимая себя же, не принимая себя же такой, какая вы, ну, по сути дела, и есть. Вот, собственно говоря, на эту тему, на тему того, почему вы не принимаете себя такой, какая вы есть, и нужно с вами разговаривать. Ребёнок ведёт себя скованно, и человек впоследствии тоже, как правило, тогда, когда ему высказывают соответствующее отношение со стороны родителей. То есть именно родители не приучили ребёнка к тому, чтобы он себя любил, уважал себя, ценил, и, в общем-то, понимал, что его можно и нужно любить, просто вот за то, что он есть. И есть. Вот просто за то, что он есть, и всё. Соответственно, данный аспект необходимо разобрать. Детско-родительские отношения. Это первое. Ваши отношения с вами, с папой, как они вас позиционировали, как они вас воспринимали, что они вам давали и прочее. Как они вас видят. И, соответственно, изменение отношений к тому, что с вами происходит и происходило во время детства. Это первое. Второе. Работа над уверенностью в себе предполагает тот факт, что вы работаете со своими положительными и отрицательными качествами. И выписываете свои положительные качества, с той целью, чтобы потом их всячески развивать, всячески их приумножать и прочее. И выписываете свои отрицательные качества, чтобы вырабатывать к ним правильные отношения. То есть это, соответственно, принятие в себе черт, которые являются для вас уникальными. Это те черты, которые могут быть и положительными, и отрицательными в разных ситуациях. Это ваши уникальные индивидуальные черты, которые составляют суть вашей индивидуальности. Далее. Речь идет о отрицательных качествах, которые вы в себе принимаете. Принимая человеческую природу и понимая, что человек не может быть идеальным, что у него всегда будут какие-то отрицательные качества, которые нужно принимать, но при этом стараться их по возможности все-таки снижать, скупировать и всячески уметь пользоваться и уметь их выставлять так, чтобы они меньше вам вредили. Следующий аспект, аспект того, что на данный момент все смеются. Если вы не скажете, что само общество такое, что люди ищут всегда тех, над кем можно смеяться. А все эти люди отличаются. И то есть вы отличаетесь от них, и в этом уникальность в том, что вы отличаетесь. И вам необходим личностный рост для того, чтобы понимать, что ваше отличие от них и порождает насмечки. Общество не приемлемо, не приемлемо, когда человек отличается от других. Вот вам говорят, не модно. А кто-то дает моду. Почему люди насмекаются? А то они боятся. Не боятся. Они боятся того, что вы зададите новую моду, а их мода никому не нужна. Ведь всегда настороженно относится к тем, что вы делаете всегда иначе. И вот это нужно понять. Как понять и то, что если вы будете отвечать на издевательство, вы станете такой, как они. Вот. Ну и в завершении своего ответа я бы хотел сказать, что очень важно, чтобы вы понимали. Индивидуальность. То есть вот, если вы скромны не потому, то вы не уверены в себе. А если вы скромны именно по той причине, что, значит, сами этого захотели, сами захотели быть скромны. Да? Да? Соответственно, то вам нужно это отстаивать. Вам нужно отстаивать свою точку зрения. И понимать, что иная точка зрения всегда, всегда требует того, чтобы ее отстаивать. Никто вас просто так не примет. А насмешаться будут до тех пор, пока вы будете сами сомневаться в своей позиции. Сами будете сомневаться в том, что то, как вы себя ведете, является правильным. Я прочитал ваш другой вопрос, где вы писали о том, что у вашей мамы проблемы с алкоголем. Возможно, и, соответственно, там есть свои казусы, обиды на нее. Возможно, отсутствует у вас модель женского поведения. Правильная модель женского поведения у вас, возможно, отсутствует. И отсюда, соответственно, все проблемы у вас уже происходят. Есть, возможно, обиды на маму и, собственно, проектирование на себя для того, что она говорит вам и так далее, и так далее. И здесь я опять же хотел бы задать вам вопрос, а почему вы, например, не спорируете по своему дату? Почему вы продолжаете с ней жить вместе? Почему вам отдельно не жить? Это тоже очень важный момент. Потому что они уверены в себе, в том числе, пролансируют и то, как ваша мама себя с вами ведет. Как она себя ведет вообще. Ну, а в заключении мне бы хотелось сказать следующее. Старайтесь найти себе идеал по виде их поведения. Женщину, может быть, девушку, на которой бы вы равняли поведение которой вы бы считали для себя ориентированным. Понятно, что на свою маму в идее ориентироваться не можете, не тот случай. А идентификация себя с кем-то нужна. Особенно, если вы молодой человек. Особенно, если вы молод. И для уверенности в себе нужно понимать, куда вы стремитесь. К поведению какого типа вы стремитесь. Для этого нужно определить ваши ценности. И вот именно с определения ваших ценностей, а ценности, ценность это самое главное, потому что ценности поражают идеи, а идеи поражают установки ваших условий. И стоит начать работу над собой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.